Буфина и Святаго Духа. Всем вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник напоминает нам о значении храма для нашей жизни. Иерусалимский храм, в который была введена Пресвятая Богородица, был единственным храмом для всего израильского народа. В этот храм со всей земли Иудейской и Галилейской сходились люди на праздник Пасхи, на другие большие праздники, для того, чтобы там вознести молитву Богу и совершить жертвоприношение. И в жертву приносились животные, птицы. Приносились они для того, чтобы тем самым умилостивили Бога. И люди просили у Бога прощения за свои грехи. И у милостивления Богу приносили эти кровавые жертвы. Храм Иерусалимский, это был огромный комплекс из множества зданий, множества дворов. Был двор, куда разрешалось входить язычникам. Был двор, куда разрешалось входить женщинам. Был двор, куда могли входить только мужчины. А было святилище, куда мог входить только один раз в год его священник, для того, чтобы ограбить его жертвенной кровью в день очищения. Пресвятая Богородица, по преданию, была внедена во святое святых Иерусалимского храма. От самого младенчества она воспитывалась при храме. И ее пребывание в храме было наполнено молитвой и чтением Священного Писания. И вот когда мы вспоминаем об этих событиях, мы, конечно, задумываемся и о самих себе, и о наших детях. Что означает храм для нас, и что означает храм для наших детей. Сейчас, конечно, не один храм существует, но практически везде, в шаговой доступности, там, где живут православные верующие, имеются и православные храмы. И у нас в храмах нет разделения на те места, куда могут входить только мужчины, или куда могут входить только женщины. Все и мужчины, и женщины стоят в храме и молятся Богу. Есть только особое место, особое святилище, которое мы называем обдарем, куда для подослужения входят священнослужители и те церковнослужители, птицы, певцы, подъявки, на море, которые принимают непосредственное участие в подослужении. И вот почему храм Божий важен для нас, и вот почему он так важен для наших детей. Потому что храм – это место нашей встречи с Богом. Храм – это то место, где Бог присутствует в особом образе. Мы знаем, что Бог присутствует везде. Он присутствует и в наших домах, и на улице, и в лесу, и в горах, и в море. Везде Божие творение наполнено Божьим присутствием. Но храмы, созданные людьми для того, чтобы именно здесь через молитву мы могли встречаться с Богом и общаться с Ним. Для того, чтобы именно здесь через каинство духовное мы могли соединяться с Богом. Для того, чтобы именно здесь происходило таинственное соединение Бога и человека. И происходит оно через благослужение, и в особенности, конечно, через Божественную литву, и когда мы собираемся вместе для того, чтобы умолить Бога, и чтобы по нашей молитве сошел Святой Дух на нас и на святые дары. Святой Дух сходит на хлеб и вино, которое мы приготовили, и прелагает, претворяет, изменяет хлеб и вино в тело и хоро Христа. И когда мы причащаемся, мы принимаем не простой хлеб и непростое вино, но мы принимаем всегда тело и хоро и хоро, 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 с Богом. Но Святой Дух сходит также и на нас, когда мы молимся о Боге. И Он изменяет нас из верхних в ногу. Он помогает нам преодолеть нашу привокность вверх. Он помогает нам преодолеть то расстояние, которое определяет нас от Бога. ту стену, которую мы сами выстраиваем из наших грехов, из наших страстей, и которая препятствует нам видеть Бога, чувствовать Бога, ощущать Его в Своей душе, слышать Его ответ на гормонность. Вот эту стену помогает нам преодолеть молитва, которую мы совершаем все вместе. Конечно, опять же, можно сказать, что Бог присутствует везде, и везде Бог слышит нашу молитву. Но одно дело, когда каждый из нас молится сам по себе, другое дело, когда мы молимся все вместе. Наша совместная молитва имеет особую силу. И молитва каждого, кто приходит в храм, вливается в ту общую молитву, которую мы все возносим, как единое законное общение, как единое тело Господь. А потому наша молитва в храме обладает особой силой и особым качеством. Она не наибрая, чем та молитва, которую мы возносим наедине с Богом в нашей келье и в нашей комнате. А почему храм важен для наших детей? И сегодня особенно важно для нас задуматься, когда мы вспоминаем о том, как Пресвятая Богородица в младенческом возрасте была в ветеринарной Господне. Ребенок может не понимать слова богослужения, потому что для того, чтобы их понимать, нужно иметь определенные знания, нужно знать свой язык. И не всякий взрослый, скажем так, понимает богослужение и понимает то, что происходит в храме. Но у ребенка есть то, что у взрослого часто бывает врачом. У него есть то чистое восприятие, незамутленное для Бога и страстями, которое помогает ребенку безошибочно распознать присутствие Божия в храме Божьем. Вот почему мы часто видим, как дети стремятся к храму. Мы видим, как им нравится храм. Мы видим, как они наслаждаются атмосферой храма. И как эта атмосфера благотворно на них влияет. Надо сказать, что не всякий ребенок ведет себя в храме Божьим образом. И не все дети ведут себя в храме одинаково. Есть те дети, которые тянутся к храму, а есть те, которые противятся к храму. И это тоже надо понимать и тоже радучить. У каждого человека есть своя индивидуальность и своя наследственность. И мы не знаем, как эта наследственность проявляется в детях. И что каждый ребенок наследует от своих родителей, от своих бабушек и дедушек, от своих предков. Но мы знаем, что нет такого человека, который не мог бы спастись, если бы этого не могла. Нет такого человека, который Бог предназначен для спасения от богинства. Всех людей Бог предназначен для спасения. И храм может руками человеческими созидать за прославу Божию и созидать солнце от каждого человека. Поэтому каждый ребенок, который воспитывается в православной семье, может в младенческом возрасте быть приносимым к храму, а потом и своими ногами выходить в храм. И чем раньше мы будем наших детей приобщать к храму, тем благотворнее это будет сказываться на них. Конечно, случается, что дети, которые воспитываются в православной семье, которые с самого младенчества привыкли к атмосфере храма, в каком-то возрасте от храма от храма, обычно это бывает в 13-летней возрасте или около того. Вот пока ребенка водит в храм бабушка или водит в храм родители или бресты, он послушно за ними ходит. Ну а потом наступает какой-то момент, когда под влиянием других взрослых или под влиянием в антопластниках или под влиянием в улице, его душа и его сердце начинают противиться к храму Бога. И такие дети от храма отходят. Некоторые не всегда, а некоторые в такой возрасте. Этого не надо бояться, потому что каждый человек должен самостоятельно возрастеть и самостоятельно открыть для себя веру в Бога и веру в Христа. Даже если у нас владеечество в этой деревне у вас будет. В то же время, если мы приводим в храм наших детей, нельзя ограничиваться только тем, что они будут стоять на служении и ничего не понимают. И нельзя детей заставлять два часа спокойно стоять, если они не могут. Детям нужно движение. И просто так притащить ребенка в храм, поставить и сказать, что не двигайся, как часовой, и ругать его всякий раз, когда он начинает двигаться, это не только конкурент продуктивный, но это и очень опасно. Потому что такой ребенок, вот раз слег чуть-чуть, он как раз и отойдет от цены. Он скажет, а почему я должен здесь стоять два часа? Когда я могу бегать на улице и гонять мяч со своими сверстами? А вот то, что мы можем и должны открыть нашим детям, это подлинные показства христианской линии. и общаться в Евангелии, рассказывать им о Христе, рассказывать им о Христе, только о Боге, читать им жития святых. Вот то, что будет укреплять души наших детей, вот то, что будет прилиплять им храм Божий, вот то, что сделает их навсегда верующим. И даже если в какой-то момент своей юности они отойдут от храм, то потом они вернутся. Потому что воспоминания о храме и о Расбужении будут для них радостными и смехами. Святая Церковь в этот праздник призывает нас обратиться к Святой Богородице с хататой слонки с молитвой о нас самих и о наших детях. О том, чтобы вера православная не иссякала в нашем народе. О том, чтобы дети наши воспитывались православной верой. О том, чтобы они любили православную веру и любили храма. И призывает нас Церковь в этот день введения во храм, если кто-то заводится, особо молиться за наши бытия, молиться за наше Отечество. Молиться о том, чтобы сама Татьяна Святая Богородица покрыла наше всякое воспачество и свое благородство. И чтобы в это непростое время, когда многие люди переживают тяжелые состояния из-за болезни своей или из-за болезни своих близких, когда многие люди живут в страхе перед заболеванием, которое поразило сейчас весь мир, милость Бога приклонилась к нам, к молитвам Пресвятой Богородице и всех святых сопутствовало нам в нашей жизни. Всем пока! Уважаем! Уважаемúa! Уважаем! Уважаем!